Веса Геннадского совета 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 не так, как это устанавливает закон. Чем руководствовалась рабочая группа, когда такое предложение вносила? Во-первых, рабочая группа получила предложение от членов совета, и именно поэтому это было так рассматривалось. Закон говорит, что членам совета, которые не посещают заседания, заседания комиссий, заседания комитетов, им должна пропорционально уменьшаться заработная плата. Это как бы логично, потому что если человек не работает, он и не должен получать эту зарплату, или хотя бы за это время, которое он не был и так далее. Дело возникло в том, что, как считается, это пропорционально. В самом законе написано не только что пропорционально, но и регламент он устатит от ВРК, то есть по порядку, как установлен в регламенте. То есть этот порядок, как установлен в регламенте, было предложение уменьшать за каждое заседание по 10%. То есть если у тебя 5 заседаний в этом месяце, то ты тогда получишь 50%. То есть как бы ты не пришел, но у тебя еще есть другое время, в которое ты работал. То есть самого правдивого принципа мы никогда не найдем. Даже если мы сделаем все по закону или будем думать, что сделали по закону, потому что не всегда законодатель то, что задумал, правильно вносит это в закон. Но самого правильного решения никогда не будет. Всегда останется кто-то доволен, кто-то недоволен. У нас было такое предложение, мы такое несли других предложений, как бы не получилось, не было его. И поэтому рабочая группа других не рассматривала. Также есть в других самоуправлениях, и в наших самоуправлениях тоже. Как считается, что член совета присутствовал на совете или не присутствовал? Он пришел, зарегистрировался? Он уже присутствовал или нет? Тоже есть такой спорный вопрос. В нашем предложении было то, что если он пробыл половину времени этого совета, значит, он присутствовал. Есть другие самоуправления, которые решают, что если только зарегистрировался, сколько-то вопросов решил, значит, присутствовал или нет. То есть как бы, ну, тоже такие разные спорные варианты. А как бы вот это все точно ли по закону или не противоречит такая вот творка, такой порядок и закону, сейчас это все только в устном, вот в разговорном, с юристами такой вот ситуации. Потому что об этом говорят и в Сейме, и в Министерстве, и в комитетах Сейма разговариваться, и сами мы инициировали, и разговаривали с председателем комитета самоуправления в Сейме. И он растолковал нам так, что вот наш вариант, он как бы хороший, потому что, да, они все время члены совета проводят на комитетах и на заседаниях. Они и общаются с жителями, они и готовят документы, они и подготавливаются к заседаниям. То есть как бы их позиция была такая, но всегда их позиция будет неофициальная. Так как и Вера Усебя Сатстова сделает свои замечания, но это не есть официальное, что противоречит. Когда он подаст в суд, и суд решит, что это противоречит, только тогда будет. Вы утверждены с такими изменениями? Проголосовали 14 членов совета за, соответственно, решение принято, но мне ничего не остается. Если мы хотим хотя бы этот год нормально завершить, я воспользуюсь правом вето. Приму на себя сейчас ответственность, не утверждая его. То есть будем обсуждать альтернативный вариант на следующем совете. Если члены совета все равно будут голосовать за тот противоречащий закону регламент, ну что ж, так и быть, наверное, все самоуправление будет в судах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова